Владение сложной техникой и полная самоотверженность – все это необходимая часть работы метеорологов. Накануне специалисты этой отрасли отмечали свой профессиональный праздник. Однако для них это совсем не повод для отдыха. Ведь работа на станциях круглосуточная. А как она изменилась за последние годы, узнаете из следующего материала. Шар, на котором не гадают, но с помощью которого предсказывают погоду. Хотя без ритуалов в работе метеорологов тоже не обходится. Ровно в 6.30 каждое утро. Эту латексную оболочку необходимо наполнить газом и отправить в полет. К воздушному шару присоединяют специальный прибор. Именно он собирает информацию о температуре, силе ветра и влажности воздуха. Это вот аэрологический радиозонд называется. Прибор, который выдает нам данные вертикального зондирования атмосферы. От земли и до высоты, ну бывает 30-35 километров даже. Но средняя 26 примерно. Вот на такую высоту он улетает. Анализируют данные уже на Земле. За 100 лет метеонаблюдений в регионе методы изменились радикально. Сейчас большую часть работы проводят через компьютеры в режиме онлайн. Причем одной лишь температурой и давлением дело не ограничивается. Например, на этой станции измеряют даже уровень солнечной радиации, которая тоже влияет на жизнь людей. Кажется, профессия простая, на самом деле она очень сложная. Нужно знать очень много. И не только нужно память хорошую иметь, чем математические данные надо иметь. Вот поэтому люди, которые к нам приходят, не все у нас остаются. Многие уходят, не выдерживают этой нагрузки. Не выдерживает всех нагрузок и техника. На небольших станциях многие приборы стоят еще со времен Советского Союза. Однако самих метеорологических пунктов меньше не становится. Сейчас в Иркутской области работает около 140 наблюдательных центров, на каждом из которых трудится минимум по три сотрудника. Информация из самых отдаленных мест поступает уже синоптикам. Именно они ответственны за составление прогноза погоды. Некоторые считают, что я сама себе могу предсказать погоду. Синоптик именно нашей группы метеорологических прогнозов Братского СГМС. Мы создаем, рассчитываем прогнозы специализированные. А то, что люди читают в интернете, в средствах массовой информации, это прогнозы общего назначения. Но несмотря на то, что работа метеорологов с каждым годом все больше связана с различной техникой, традиционные методы никуда не исчезают. И можно быть уверенными, привычную каждому из нас информацию о погоде за окном всегда будет кому составить. Павел Желудев, Новости по будням.